три способа построить ну сделать хороший вокальный дисторшн типа по простому давайте мы посмотрим обычно эти темы очень интересны в том плане что разные фишечки могут пригождаться не только для драйв-вокалзов тыц вот посмотрим какие советы нам дает фанат уилла рамоса три способа построить закурат и отдать жизнь за нарзула вот поехали крис липе три способа сделать хороший вокальный дисторшн чё нам насоветуют такие штуки я люблю смотреть я не эксперт вы знаете что я на чистый вокал не претендую и учу там драйвом и всяким штукам в том числе и чистый вокал ребятам потягивает только если они согласны и именно сами выбрали этот путь не продаю уроки по чистому вокалу но на мой слух он слишком сильно орет для этой песни нет то есть там прям это много это откровенно много звучит хорошо поет отлично здесь торшином чё-то не так ну ладно посмотрим ну закончил мягонько отлично вкусно частая история да многие ребята приходят заниматься когда говорят хочу хороший драйв я вот как-то сам научился и они именно до орались до него и ряд проблем не могу делать долго голос садится горло устает звучит не так как хочется но есть фишка которая сработает вообще у каждого это вообще ни разу не секрет над группой нервы добрый вечер короче вытягиваете подбородок вверх вперед у вас растягивается гортань натягиваются связки думаю слышно что голосовой аппарат тоже начинает работать не совсем как обычно если через эту позицию просто продукт сильнее воздух сохраняя голос то вы будете делать даже не умея расщеплять в принципе ну умея вы будете делать это лучше понятное дело но там нет дополнительных движений никакой компрессии то есть голос и самопроизвольное вот это расщепление на растянутом голосовом аппарате и дальше ща будет кринжа на валю в чат и даже самый дорогой человек и пожалуйста все пойте вот вам расщепление дворовые чисто песни можно делать если этому приему научиться именно нормально я так не пою то это будет довольно прикольная надрывная техника некоторые ребята на целенаправленно используют и звучат очень приятно очень эмоционально но это так отступление от темы мне нравится его вдохновенное лицо вот кордавокс короче очень эмоциональный веселый пухляш а липо он такой типа я вам сейчас все расскажу у вас все получится главное слушайте меня а потом они выпускают с рамосом видос где клипа изображает дебила который просто ничего не знает и удивляется каждому слову заглядывая в рот чуваку который ну даже несколько сомнительно поет не в плане у него плохие были кавера ребята рассказывали я не видел если у кого-то есть ссылка скиньте где он слил свой вокал с получается на гипнозис как раз таки по моему даже не на чок холд на первый кавер где было слышно насколько он не очень в ноты попадал и купите обязательно мой платный курс всего лишь 200 баксов они его собственные стоят по моему до двух сот а если кто-то в коллабе есть то от двухсот а с рамосом стоит шестьсот вот my free voice course and i'll help you understand how support should feel at various stages of intensity alright so well supported cleans this doesn't mean loud cleans it just means tension free cleans i can have a well supported head voice i can also have a well supported head voice то есть это про работу воздухом поддерживаемый воздухом то есть той самой опоры голос и не поддерживаемый штука правда заключается еще и в том что если ваши голосовые смя с мяски ваша голосовая смазка смыкается нормально то вы без опоры звук не издадите нормально то есть это будет что делать то но как только вы подаете воздух то есть нормальное смыкание голоса и нормальное смыкание без работы воздухом ну просто то есть воздух не продавливает натянутой голосовой связке и получается шляпа то есть мы все смотрим в этом видео но можно для других использовать но вы можете видеть это такой раз один изыки из К Language письменной носа на трассе письменной именно письменной 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 с в на письменной Ну да, он еще говорит типа головной, а я показал уже грудной. Ну да, тут небольшая нестыковочка произошла, извините. Ну вот даже сейчас впритык были две ноты, я думаю вы заметили, что именно звук связок, которые они дают, во втором случае был более телесный. В том плане, что как будто большая масса работает на звукоизвлечение, потому что для того, чтобы звук голоса нормально сработал при плохой опоре, при отсутствии поддержки, связки размыкаются. То есть обязательно хорошее смыкание. А моими жопными хрящами чем-то там сова осталась недовольна, там сральные мышцы используются вообще. Че не так-то с этими людьми? Я не пролипа. Поехали. Когда в этой спорте notes, моя consciousness находится в том, что я создавал пищу, и я nên создавал больше, чем я создавал в этом случае, в том числе, в основном, в том числе, в то время, в том числе. Вы видите, оно из-за того, как мне собрать это получается на этой поверхности, в том числе и не застеже. это правда то есть как себе звук представите так он и будет работать другое дело если представление в принципе о звуке то есть это наслышанность и практика обязательно наслушанности извините у меня риск омр цена играет на обиболее оно же как-то считается наградным я También узел не бы побывал обморок и то есть он самоградных на сенсацию У него всегда были довольно интересные агрессивные методы получения звука, и мне кажется это не лучший совет в принципе начинающим, кто хочет сделать хороший там драйв, да и не только драйв на самом деле, потому что оно превращается потом в и отвал жопы. Тут фишка именно движения, можно просто не упираться в звук и сделать немножко по-другому, но в том, что язык, когда он выходит настолько сильно изо рта, смещается корень языка, меняется сжатие верхней третьей гортани при подъеме еще и ноты, то есть это совокупность движений и таким образом можно, например, случайно фрай освоить, вернули обратно и удержали. Изи, каточка получается. Если голос оставить, да, вы будете делать вот это... Здесь самое главное делать это мягко и не так быстро, как он это показывает. Ну, понятно, бесплатный видос, мы здесь нюансов не узнаем. Если сделать это быстро, вы закроетесь просто, захлопнется ворота и до свидания. Если медленно, вы почувствуете движение, о котором вот он сейчас начал говорить, что меняется напряжение, идет подъем, там что-то поджимается и мы получаем звук. 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 Ну это такой себе тутер уже на этом этапе. То есть это не самый лучший совет, честно. Тема, на которой он очень сильно удивился у Рамоса, да? Типа, ты вздыхаешь! Ничего себе! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Смеревская смена регистров. Здесь вообще-то voice break он делает, о котором не упомянул в данном случае. То есть, вариантов, понятное дело, масса, как это сделать. То есть можно взять обычный голос, закинуть его в фальцет, как будто вы собираетесь делать йодель. И потом идет бросок обратно с расслаблением смыкания, для того, чтобы у вас много воздуха вышло, и вы зацепили ложные связки. И будет вам счастье. То есть не обязательно при этом осваивать, ну, странно. То есть нужно сказать, где мы чувствуем этот голос в рамке в рамке. Г rahм, тихо-хе-хе-хе-хе. Таким образом, как Коки Монстр, или высок, sotto-排-алтом или по-тити-хе-хе-хе-хе. Or can we direct that sensation higher? Now compare it with the gag. Again, the gag should go low to high. The sigh should go high to low. Not so low as down here. It should still feel like it's above your Adam's apple. But we want to start paying attention to how these feel, how these land as we abandon into these two different ways. Alright? Now here's the third key. And please be patient with these and work on these. Let me know how it goes. Practiced transitions. I've been working a lot. Where is the переход? Okay? He said, like, совмещать со звуком вздоха. Что случиться должно? Он просто ноту один раз поднял, условно, на тон-полтора и на этом остановился. Ну, язык бы выдвинул. Ну, хотя бы чтобы... Окей, вы можете сделать... Это далеко будет от драйва. Хорошо это или плохо, да, можно сделать более хорошее расщепление. По факту. Но... И всё. Хотя, если, наверное, оставить голос, давайте попробуем. Ну, это странно. Это даёт странный звук. Освоить переходы между ощущениями. Окей, я бы делал это по-другому, но пусть будет так. Скагс и сайз. Если я правильно понимаю его философию, то вот под всеми этими гэгс имеется в виду разного рода компрессии гортани, но липы отличаются тем, что у него как только речь заходит про компрессии, там прям вот нормально так напрячься надо, вплоть до усёра. Если мы живём здесь, мы идём в локтинге и не сможем сохранить альтернативный звук как мы хотим. Почему? Я думаю, что у него есть то, что мы пытаемся в том, что, «О, я готов!» и то, что мы tense на то, что мы получаем. whereas if we're constantly of the mindset that we're practicing the transitions into and out of distortion, we can mask with our performances the fact that we are transitioning, but we are always transitioning. Мне нравится у него там, ну, уже не первый раз замечаю, лежит то ли это iPad, то ли специальный, короче, есть монитор, на который станция заводится аудио, видео, и это сразу, короче, микшер, собственно, аудио и видео, которые там монтировать не надо между камерами, можно переключаться, Razer, по-моему, сделали. Мне попадался на глаза, что он каких-то приличных таких денег стоит, но штука, судя по всему, очень удобная. Мне кажется, его туториалы взяли на вооружение некоторые отечественные преподаватели, но не поняли, что имелось в виду, судя по тому, что я наблюдаю. Ну, это, опять же, все еще очень странный какой-то мув, странный вайб у этого тутора, пока кейс был только, по сути, один, то есть мы взяли гэг и пляшем вокруг него. Да, там была аннотация, что хорошее смыкание, поддержка важна, но это не key of great vocal distortion, это просто правило вокала. Сейчас посмотрим, к чему это придет. Рано делать выводы, но пока это очень странное мероприятие без какого-то видимого успеха. Да, это screenshot. Удивительно неhmен. Если вы захотитеitarтиом или �anov,atto Nashville, я опять зацеплену 또 резко, metодушу прощения. Да, это все проще. Вот это растение. and continuing to be mindful of the sensations and the support as you're transitioning. There's going to be all sorts of balances that you have to feel out. What I'm doing is I'm passing the airflow management of the air that I'm putting up with my support from my primary chords to my... Ну, типа вот с этим звуком, с этим переходом очень важно правильно сочетать расход дыхания, как оно посылается, как оно идет. Ну, в общем, breath management, да? Ладно, окей. Ну, это действительно важно. Это может поменять картину в целом. Но, скажем так, после этого тутора, если люди решат, что они могли бы научиться делать драйвы по такому тутору, они пойдут к преподавателю и первым делом, если пойдут, конечно, первым делом будут разжимать заживы, которые сформировала эта позиция! А еще это очень сильно будет мешать петь, мне кажется. My false chords in some upper-constricted areas. Okay, choose a higher note. Oh, see, I'm starting to tense up. Здесь, получается, идет переход в такой твенговый около головной звук. На самом деле, это уже не совсем грудной, это как раз-таки микс. И именно через ор. Это тоже... Это странно. Наверное, для кого-то это сработает, как и все остальное на самом-то деле. То есть кто-то из штрабаса расщепление получает и доволен, как слон. Но это странный ор, далекий от вокала. Зато это объясняет, почему он перебарщивал с расщепом именно в начале. Потому что он силовым методом все это делает. То есть это будет работать, если вы хотите орать драйвом. Вот так вот. А если вам надо петь, то вы уже не сможете. И, собственно, результат у вас будет, ну, хорошо, как у Липа, что как только надо подгрузить ноту, вы начинаете орать. Я не уверен, что это то, чего хотят люди, которые пытаются освоить драйв. Now with the gag, we started with a note and then we added the gag over it. With the sigh, we're going to start with the sigh and then add a note, thinking about the note, to the sigh. Субтитры создавал DimaTorzok Ну опять пошла его тема с восьбрейками На верхних нотах, на нижних он по сути делал батин вокал Как это называют, да? Ну в принципе, наверное, похоже, я не знаю Может лучше, может хуже, как хотите Наверху пошел восьбрейк, чтобы как раз таки цепануть То есть вот это его постоянная тема С переламыванием регистров, а потом уже включение расщепления То есть там прям хорошо слышно Постоянный переход из фальцета в голос, из фальцета в голос И это главная фишка, а не э Блин, осла жёсткий пут Извините, у меня других ассоциаций нет Да? Теперь я буду комбинить транзитции clean to gag and then sigh to note side note И вы просто услышите меня играть с этим given what I've just done Это очень круто Интересно, что здесь YouTube сгенерировал автоматические субтитры аплодисменты Это звучит несколько болезненно Я понимаю, что ему норм Но я боюсь, что человек опять же, посмотревший такой туториал начнет просто в тупую орать посадит голос и на этом его приключение здесь закончится То есть ни одного слова про какой-то контроль ни одного слова про громкость хотя бы с какой громкостью это должно происходить потому что то, что у него записано судя по тому, что даже дыхание за километр слышно это подкомпрессированный уже под обработанный звук что логично это нормально Иначе видео будет тихим невзрачным и непонятным По аудиоряду я имею в виду Язык этот, который гуляет туда-сюда не у всех это так работает далеко то есть, ну, ненормально Для людей Но я могу это сделать и без языка то есть, штука-то в том, что умея одно, вы сможете и по-другому делать Знаете, мне раньше он как-то больше нравился, чем сейчас. А, так вот в чем дело. Просто надо присоединиться к курсу с рассылки в описании. На Boost, кстати, подписывайтесь по ссылкам в описании, там нормальные уроки есть. Ну, дохера, правильно? И вообще несбалансированный голос, то есть этого много, особенно для этой песни. Но мы уже выяснили, да, через такой прием можно научиться, ну, орать, окей, да. Я не знаю, получится у меня или нет. Сейчас. Где он там? Ну, то есть, да, окей, для меня это высокие ноты, но все-таки... Это полегче, это не рвет жопу голосовым связкам, они вам еще пригодятся. I'm lost in these memories. Okay, memories. Memories. That's the gag. Memory. But I found the right medium level of gagness as I've practiced to put in there. So I'm not, oh, I'm not just going memory, I'm not just doing that. Living behind my own illusion. Now, right there, I'm taking some time to well, to just bask in well-supported cleans. That's all. Listen again. Again. Lost. Lost. It's a sigh. Да нифига, это не сайн, ну, сайн это вздох, да? Это уже ор. Че он там орал? Lost. 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 То есть, именно голос в этот момент работает как... Вот реально, вот так. И получается, что на выходе добавляем расщеп. Lost. И это то, что там записано. Да, может быть, это эмоционально как-то, но это жесть. О, может же ровно, когда хочет. То есть, ну, может сделать лучше. Попортид, сай, от the right time. Причем петь он умеет, контроль у него есть, но... Это какой-то обман, чтобы собрать класс. Приемов получить расщепление много. Вопрос, какое надо. То есть, в данном случае, это вот работа на дурака. То есть, взяли человека, который учился когда-то там сам. Ни в чем не разбирался. Не знаю, он жил в изолированной среде. В Норильске. У него не было интернета. И лоси перегрызали оптоволокно, либо клевали бакланы. Он как-то научился, короче, орац. Об этом сняли документалку и на ее фоне сделали вот такой вот туториал. Типа, теперь это правильно. Это классно. А! Спасибо. Пожалуйста, Крис, за просмотр. Ребят, ну, наверное, когда уже можешь и умеешь, эта штука может пригодиться за счет движения языка, там, что-то новое почувствовать, нащупать. Но когда вы учитесь с нуля, а большинство такие видосы смотрят с нуля. Я такой же был когда-то, когда дорвался до этих видосов, но рычать уже умел. Это просто уничтожит голос с большой долей вероятности. То есть многие просто приходят и жалуются на это, что ноты выпадают, голос садится, тяжело кричать, неудобно, надолго не хватает. То есть куча проблем, которые вылезают вот из таких туториалов. Я говорю, это такое ощущение, как будто вот взяли некоторые высококлассные преподаватели, вот этого насмотрелись, как-то там переработали по-своему, не очень далеко отходя от первоисточника, и дальше не стали эту тему развивать вообще. Конечно, результат в итоге у этого есть, но он вызывает вопросики. Вот такая вот аннотация, по сути, к этому ролику.